Добрый вечер, дорогие друзья! Пролетело молниеносно две недели, пролетели Еврокубки и чемпионат, и пора уже нам вновь о них поговорить. Зацепим мы и Премьер-лигу сегодня, и, как я уже сказал, Еврокубки, и поговорим мы о вторых дивизионах, в каждом из них будут у нас по гостю. Ну а в студии Михаил Меркулов, Максим Киселев, Дмитрий Ершов. Все сегодня на месте, и мы поговорим сегодня на наши, друзья, футбольные темы. Давайте начнем с Еврокубков, как мы, собственно, и планировали начать нашу передачу. И с самого главного Еврокубкового турнира мы начнем, это Лига Чемпионов. Ну, здесь, наверное, такие мы общие фразы скажем, потому что все... Она была. Да, она была. Где-то там, на чужбине. Да, многие сейчас удивятся, как же так, мы не будем говорить о Лиге Чемпионов. Ни в коем случае мы о ней будем обсуждать очень подробно, но когда будут наши команды в них участвовать. Но во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов и ФКСП, и Мега Титан, и Титан, естественно, да, они все пропускали матчи, потому что, давайте напомним, что Титан поехал на Чемпионат мира, где стал чемпионом, с чем его мы и глубочайше поздравляем. ФКСП в связи с отсутствием Кирилла Бирюкова, да, в прошлой передаче мы к такому умозаключению пришли, да, что все-таки ФКСП без Бирюкова это немножко две разные команды, об этом мы тоже поговорим. Ну и Мега Титан лишился Куксова, собственно говоря, да, это тоже существенная потеря, и Игорь Кротков решил, так сказать, после первого тура, после 3-3 с Фемидой, да, они от греха подальше, да, не испытывают судьбу и перенести матч куда подальше, как говорится. Поэтому просто покажем группу Б, здесь ЦДК, ФКСП, Селтика и Трафт. Естественно, ФКСП должен был играть, СДК не пропускали, и Селтик одержал такую трудовую победу за счетом 5-4 над Трафтом, и, соответственно, даже вот эта победа, она все равно не сместила ФКСП с лидерских позиций, прокуратура у нас вдвойки в любом случае. В группе С, где Мега Титан должен был играть с Интером, с Интером, а Селтик-2 встречался с Фемидой, этот матч был перенесен, и вы знаете, меня счет удивил. Селтик-2 просто разгромил Фемиду со счетом 5-0, хотя Мега Титан играет с Фемидой ничью, вот так вот. Здесь у нас просто какой счет удивляет больше? Мега Титан, естественно. Ну, в том-то и дело, да, что счет Селтик-2, в принципе, с Фемидой никак не удивляет. Да, да. Удивляет 3-3 Мега Титана с Фемидой, и при том, что, судя по матчу, там Мега Титан еще и мог, в общем-то, поражением закончить, да, и поставить большие вопросы на своих амбициях, да, и вот все-таки нужно выходить из группы как-то дальше. И честно. А при такой игре, ну, с чего вдруг сейчас Мега Титан возьмет и начнет всех там обыгрывать, то же самое Интер. Ну, во-первых, Интер априори, да, это очень серьезный соперник. Во-первых, это, возможно, один из главных фаворитов, даже не чемпионов, да, по другому мнению. Как и всегда. Как и всегда, да. Ну, а Селтик 2, между прочим, он чуть ли не сильнее Селтика обычно. Ну, наравне, будем говорить. Ну, наравне как минимум, да, вот. Поэтому здесь даже не сказать, что Селтик 2 аутсайдер, нет. Вот тревожно становится Мега Титан. Здесь очень ключевой, да. Это был на самом деле ключевой матч против Фемиды, потому что, скорее всего, Фемиды будет просто поставлять очки. Поставляется очки лидерам, да, с которыми Мега Титану и бороться за выход из группы. Сыграв ничью, пускай там на выезде и на выезде, ну, придется обыгрывать именно вот Интер, Селтик 2. Да, все очень сложно. Ну, и в группе D, где не Мега Титан, а просто Титаны выступает, должны были встречаться с Гефестом, но мать был перенесен. На третий раз я повторюсь, Бог любит троицу, Изумруд встречался с линией Алькор. И Изумруд выиграл 2-1, и 4 очка у Изумруда 86, поэтому здесь тоже, по-хорошему, Титан фаворит с Гефестом, но, опять же, все может быть, хотя Титан пребывает в сумасшедшей форме сейчас, но, опять же, Лига Чемпионов, это немножко по-другому все, и команда настраивается по-другому. Мы Изумруд 86 с вами прекрасно видели, когда он приезжал к нам сюда на Сетуньпарк. Хорошая, сильная команда, которая будет претендовать, я думаю, до последнего тура на выход плей-офф. Кстати, вот недавно заглядывал в турнирную таблицу, помнишь эту историю, мы обсуждали, что Изумруд 86 очень мало игр провел, прежде чем приехал сюда, к нам, на Запад. И вот у них там игр-то особо не прибавилось, я могу сказать, поэтому пока можно, наверное, их вот... Ну, я думаю, на Северо-Востоке там достаточно простой чемпионат, там ребята все, да, там тот же Миша Тимофеев, румын, который, да, он играл в CDN, да, сейчас играет в FEMID, он говорит, что там, в принципе, уровень не такой сильный, поэтому Изумруд может себе позволить, например, сдвоенный тур в чемпионате играть, а сейчас полностью, как бы, силы бросить на Лигу чемпионов. То есть, наши команды в проблемах больших. Ну, логично, да. И по календарю у нас основные матчи будут проходить 27 октября, ну, основной тур сейчас будут доигровки, вот в это воскресенье Титан отправится в гости к линии Аликор, на нефтяник, это вообще капотни, это такой неприятный, честно говоря, выезд. Как я в статье назвал, химаш вообще не вариант, да, так тяжело, да, тут вообще добраться даже, да. И, знаешь, ну, по-хорошему, Титан сейчас стопроцентный фаворит, должно, наверное, чудо произойти, чтобы они не потеряли очки вот в этом матче. Ну, учитывая ту форму, да, как ты сказал, чемпионы мира, да, и в чемпионате там еще поговорим, что они устроили, просто фантастика. Ну, да, мне кажется, что очень кстати Титану сейчас вот матч в Лиге чемпионов. Ну, посмотрим, посмотрим, в любом случае Титану желаем удачи, ну, а проанонсируем мы еще, наверное, в следующей передаче, как раз Еврокубковые матчи в Лиге чемпионов. Давайте пробежимся по Кубку ЛФЛ, там тоже прошли вторые туры, практически все наши коллективы встречались, кто-то играл дома, кто-то на выезде. В группе А Феникс 9 поехал в гости на Юго-Запад, ну, в принципе, здесь недалеко до Вернарки, практически как дома к любителям, и одержал уверенную победу со счетом 9-3. Вот так вот. Да, в какой-то момент был счет 3-2, но мне кажется, что любители просто не выдержали того темпа, который Феникс 9 в принципе может держать. Да, то, что проходит вот с такими командами, при всем уважении к любителям, да, на Западе оно не всегда проходит. Причем любители это топ-команда Юго-Запада. Ну, это говорит о гуруме Юго-Запада, к сожалению, да, но, наверное, пока не сопоставим. Но это же не только Юго-Запад этим грешит. В принципе, если даже взять наш чемпионат, можно выделить сколько-то команд, которые борются там, в том числе и в лигах чемпионов, но также есть и низ турнирная таблица. Вот, на Юге вообще, то есть одна тройка, да, но тем не менее тройка доходит до финалов, но любителей не топ все-таки. Но любителей не топ, да, все-таки в Западу не хватает. Но они тем не менее в тройку попадают нередко, но да, но Феникс 9 сейчас тоже набрали такой оборот после возвращения Комарова-Солдатова, да, что просто любители не соперник оказались для них сейчас. Хитрик у Феникса сделал Бека Циколия, которого вот в чемпионате последних матчей я что-то не замечал, вот, а у любителей все три забил Иван Лукин, вот, Моисеев, такой матерый боец, да, забил дважды, ну, то Ходорев, Зинчиков, Комаров и Шамшединов отметился, вот, Рамис давненько тоже не забивал, ну, хоть и защитник, но все, но приятно. О, у Максима целая история про гол Шамшединова. Ну, я в трансляции уже излагал, там, в матче, там дело в том, что забыли, почему-то гол Рамиса не попал, а я смотрел обзор, заметил этот мяч, вот, тут же связался с Стеблецовым, я говорю, Сергей Владимирович, как так, у вашего игрока не учтен гол, у Рамиса Шамшединов, он, как ты сказал, он не так часто сбивает, а у Беки Циколии голевая передача. Я говорю, ну, срочно пишите секретариат, и видео доказательства прилагаем, не зря же юридическое получал, да. И все, подправили, добавили девятый гол. А, кстати, вдруг вот он окажется важным. Ну, кстати, все может быть. Ну, справедливость, Макс, благодаря тебе, он стажерствовал отдельно тебе. Спасибо. Давай на турнирную таблицу посмотрим. Феникс здесь с бедой возглавляет Квартет. Да, Дима, спасибо. И в эти выходные, наверное, центральный наш матч пройдет. Феникс 9 примет Трансгарант. Ну, с точки зрения турнирного положения, это ключевой матч для Феникса 9. Да, выигрывая, и, в принципе, можно спокойно ехать уже в гости к Трансгаранту. Трансгарант крепкая команда с Востока. Да, мы помним в прошлом розыгрыше Кубка ЛФЛ они приезжали, да, по-моему, с СДН играли. Но такая команда не подарок. Наверное, это будет действительно, да, самый серьезный оппонент Феникса в таблице. Ну, вот посмотрим, потому что сейчас график такой достаточно серьезный, как Феникс 9, тебя проявит. Вот осень, как правило, она всегда очень сложная, потому что много игр, много спарринных, матчи там, суббота, воскресенье, все это очень сложно. БЦ группу мы пропускаем, потому что там нету наших команд. В группе Д Трансгарант. Сто процентный результат. В гости приезжал Южная Россош, ну, Юг тоже, как ты сказал, там одна тройка, да, Россош, вроде бы так, неплохо начали матч, какие-то проблемы пытались Трансконтейнеру доставить, но Трансконтейнер так спокойненько подождал, пока там где-то побесится Россош, и забрал свое спокойное. Россошу бы Минченкову вернуть, вот тогда, может быть, еще были бы шансы, а так без шансов, на мой взгляд. А портать нам не нужен на Западе мяч у кого-то? Нет, я просто говорю, что я фантазирую, потому что, ну, Трансконтейнер просто в первом тайме смял, три мяча отгрузили, и все спокойно довели до победы. Забивали 3К, Куликов, Красников и Крылов. Вот, собственно, кто принес победу Трансконтейнеру, но это неудивительно, тот главный фаворит Трансконтейнера, и по-хорошему, там уже за два тура, наверное, должен решать выход из группы, спокойненько сконцентрироваться на чемпионате. Группа Е, здесь, если вы помните, да, мы как раз анонсировали матч у Успенской с Дорс Трой Сити, и говорили, что это игра за первое место, и по идее, там Успенская должны брать очки, по-хорошему, вот, вроде Дорс Трой, и как проиграл в первом матче, но по факту оказалось, что Успенская проиграл в гостях со счетом 3-1 по составу. Были ли Корчагин? Был, был, Корчагин был точно, было две замены, даже, ну, в принципе, нормальный был состав. Голы мы видим сейчас, когда Успенская забил Леонтьев, но, тем не менее, видишь, выезд получился не совсем удачно. На Восток выезд, правильно, да? Да, да. И опять же, Восток дело тонкое, да? Мы говорим, что Восток одна из сильнейших зон, и, пожалуйста, Дорс Трой Сити команда подтверждает наши слова. А Успенская еще продолжает набираться опыта, получается. Ну, уже какой, третий сезон, получается? Ну, видимо, еще нужно время, с учетом всех изменений, которые в команде произошли. Ну, да, очередных изменений, и опять же, нужно время, но вот это говорит о том, что борьба за первое место, она будет достаточно серьезная. Давай сразу посмотрим группу D и E. Мы как-то так пропустили транс-контейнер, да? Не сказали о группе, сразу будем показывать квартет D и E. Здесь, ну, по транс-контейнеру все понятно. В группе E Успенская абсолютно положение обнадеживающее. Играть еще очень много, еще четыре игры, и здесь все может измениться. Но если после первой игры все-таки я склонялся к тому, что Успенская фаворит, то сейчас, наверное, уже так 50 на 50. Что же бы заставило тебя измениться? Ну, про поражение, да, я посмотрел, вот, Dijavu, Monolith, в принципе, неплохая команда, да, две победы, ну, и Dorster City показала о том, что тоже будет давать бой, поэтому Успенскому будет непросто. Судя по первой игре Успенскому... в целом будет непросто и в чемпионате, и вообще в этом сезоне, потому что, конечно, вновь какая-то стройка была затеяна и непонятно, как она будет, в общем-то, сопрягаться с тем, что команда, как команда выстраивалась в прошлом году, да, в этом году уже другой совершенно коллектив, в общем-то, наблюдаем. Посмотрим, посмотрим. Группа F, двигаемся дальше, здесь у нас дебютант Кубка ЛФЛ, это Аслан Гатагов, он гостил на выезде у южной команды Иствуд, Аслан Гатагов так переживал, с той точки зрения, что будут какие-то провокации, да, но вроде бы все прошло достаточно спокойно, и оба коллектива после первых туров имели 0 очков в своем активе, потому что проиграли, и для того, чтобы зацепиться за продолжение борьбы, нужно было набирать очки, в результате они поделились поровну, счет 1-1, но в принципе для южного выезда, где у Иствуда хорошая победа, хорошая поддержка, где свое поле все-таки достаточно неплохой результат, согласны? Вопрос, какая задача стоит перед Гатаговым, то есть, если там набираться опыта, да, где-то вот какой-то там конец, да, тренировочного цикла, да, как говорится, с лангоатагов, да, возможно, и ничья тоже хороший результат. Если речь идет о выходе из группы и выходе в стадию плей-офф, то, наверное, это катастрофа. Ну, наверное, ты со мной согласишься о том, что задачи, как таковой, выхода из группы, наверное, нету, есть, наверное, какие-то наработки, поэкспериментировать, да, потому что игра в две восьмерки, да, в первом туре, наверное, всех нас удивило, и, наверное, мы сделали выводы о том, что получится выйти, здорово, нет, как бы ничего страшного, в принципе, набрались опыта. Так, Саслан напрямую уже говорит, что в приоритете чемпионат, западная премьер-лига, а просто, наоборот, кубок ЛФЛ он называет тренировками, тренировочными спаррингами. Это вот, кстати, в карманном футболе нашего коллеги, Роман Долженко, звучит, поэтому... Здесь тоже можно поспорить, да, все-таки это Москва, это представление лиги, да, это тоже должна быть определенная ответственность, да, я понимаю, что можно как угодно называть, но ты должен выходить и в любом случае не отбывать номер, скажем так. Я, наверное, не против экспериментов, каких-то определенных тактических вещей, новинок, но при этом все-таки называть там тренировочными это немножко неправильно, да, все-таки, опять же, все мы ротируем за западную лигу, мы делаем упор на еврокубки, их освещаем, и все-таки команды должны представлять нашу лигу, наш округ, да, ну, достойно. И поэтому через передачу вызываем к Саслану Галагову, чтобы он настраивал все-таки на результат тоже и в кубке ЛФЛ. Я думаю, что он настраивает, да, и результат один с Истудом, в принципе, достаточно неплохо в гостях, потому что раз контейнер, да, вы помните, в прошлом году тоже испытал определенные проблемы именно в гостях. Вопрос в каком состоянии сейчас Истуд, да, потому что мы помним, в прошлом сезоне ушли лидеры, и, честно говоря, команда перестраивалась, все это выглядело, ну, так скажем, как отголоса того былого величия вот этого Южного Гранда. Ну, мне кажется, все равно ниже определенного уровня Истуд не падает. Да, может быть, чуть бывают какие-то не самые лучшие футбольные моменты, но плюс-минус все-таки Истуд. Плюс тот созыв Истуд, он постоянно участвовал на общероссийских соревнованиях, он был знаком с этим уровнем, с уровнем Кубка ЛПЛ и Лиги Чемпионов по сути так же. Он знал, какие требования, что от них ждут, а сейчас новый САЗФ, да, насколько я помню, не ездили вроде бы в Сочи, да, по-моему, их не было. Где сейчас черпать опыт в одном-единственном матче с тройкой, ну, это тоже вопрос. Ну, я считаю, что вообще если брать вот нынешний Готагов, Истуд вообще по зубам. Вот я придерживаюсь того же вообще не вопрос. Ну, и то, что на 60-й минуте сравняли щетки, тоже об этом подчеркивают, да. Ну, я присоединился к вашему мнению, наверное, тут спорить не буду. Кстати, давайте посмотрим на квартет, при этом Готагов занимает сейчас четвертое место, до первого места пять точков, до второго два, в принципе, все реально, и выйти из группы так же можно. Я думаю, что Готагову цель такую можно себе поставить, что плей-офф, да, плей-офф будет достаточно интересный, и вот здесь уже можно проверить реальные силы, проверить, насколько твоя команда крепка на самом деле. Будем уговариваться, Аслан. Ну, про Готагову мы еще поговорим, когда перейдем к чемпионату, потому что, в принципе, если была сделана ставка именно на чемпионат, да, то здесь крайне логично, и все сразу установится на свои места. группа «Джи», это «Портер», он в связи с отъездом Максима Кульчука на чемпионат, на клубный чемпионат мира, на чемпионат мира среди сборных с противоположным полом, с девушками. Максим в клубном чемпионате выступил не совсем удачно, да, по-моему, третье место, или в ПЛ он вылетел, да, а со сборной он дошел до финала, где по пиналке поиграл бразильской сборной, но при этом я считаю, что это все-таки большой успех, и Максим Сергеевич мы с этим поздравляем, но в связи с этим был перенесен матч «Портера», поэтому «Портер» не играл в эти выходные, но и группа «Эйдж», здесь у нас «ЦДН», центральный матч, мы показывали с профсоюзом аэрофлота «Север», вы знаете, когда вот северяне поехали и когда там протокол носили, и так они были удивлены, как вот освещается, да, были освещены о том, какая команда, что будет сложно, мы не фавориты, я даже удивился, хотя они вроде играют на севере, где «ЦДК», «Гефест», «Динамо», «Интер», то есть удивляться вообще на западе в принципе нечему, да, но вот все равно аэрофлот такой был очень... Ну и не зря, как показалось. Ну да, было видно, что все-таки «ЦДН» сильнее, да, даже мы сейчас много говорим о том, что «ЦДН» перестраивается, там что-то не получается, но при этом пачки с аэрофлотом были набраны достаточно уверенно, и на риэлтор, риэлторы возглавляют группу «Эйч» 100% результат, поэтому здесь, наверное, добавить нечего, но надо еще пару матчей провести в таком ключе, решить выходы из группы, и потом уже можно немножко дать слабину, если, например, «Альберт» осколков позволит. что вряд ли, что вряд ли, но если будет 100% результат, мы будем только рады. Давайте посмотрим турнирную таблицу, как раз здесь «Экспоторг» на втором месте, который обыграл гостяк «ЦДН», дальше идет «Арэфлот», но и с аутсайдером, вот сейчас спаренные матчи, вот по сути, они ключевые, вот эти будут. Да, я думаю, у «ЦДН» нет проблем в группе, они должны выйдут с первого места, без вариантов. И давайте посмотрим сразу календарь, в отличие от биги чемпионов, кубок «Алфэлл» состоится весь, здесь прям по порядку у нас идет, сначала «ЦДН» едет на вернатку к чемпионату в 14.40, «Успенская» едет в «Гежавю» в 15.30 на октябрь, север-запад, поле хорошее, большое, широкое, «Успенская» может этим воспользоваться. «Портер» едет в «Спарте-2015» в 16.10 на «Нефтяник» опять, Макс, туда можно с ума сойти. Вместе с «Титаном» поедут. Вместе с «Титаном», да, в 17.50, да, после «Италии» в «Капотне» съездить, потом, да, на «Строице». Вернулись к сыровым реалиям, к реалиям, к реалиям, да, с небес на землю. Ну вот, в 17.50 «Феникс» с «Трансгарантом» здесь, на «Строице». «Парк-1». И в 18.10 «Гатагов» к «МНФ» едет на новый стадион Северо-Востока. Вот, «МНФ», кстати, не подарок. На Северо-Востоке идут на пятом месте, но при этом пока они еще также не проигрывают. Да, бронзовые призеры, кстати, в прошлом году. И там наш старый знакомый играет Владимир Коротков. Его до сих пор здесь слышно. Интересно будет на кран-при, это будет очень интересно. Да, это будет подоплека особая. Ну и давайте пожелаем нашим командам удачи в Еврокубках. В принципе, перспектива у всех более чем достойная. И мы надеемся на выход всех команд из группы в весеннюю часть. Ну и переходим к следующей части нашей передачи. Поговорим мы о западной премьер-лиге. За две недели то, что прошло, у нас остались несколько матчей. Я выбрал следующий. На мой взгляд, который хотелось бы обсудить. Во-первых, это первая победа некоторых команд в нашем чемпионате. Это Космос обыгрывает ЛЧО 5-4 и Адидас обыгрывает ЛЧО 5-0. Такое ощущение, что ЛЧО делает просто подарки в нашем... Вроде Новый год еще не наступил. Да, да, да. Уже такие подарки и первые победы одерживают и Адидас и Космосфер. Ну что это? Просто ослабленность ЛЧО или все-таки и Адидас и Космосфер заслужили эти победы? Ну в этих двух матчах одно постоянное, да? Это ЛЧО. Очевидно, не самое лучшее сейчас времена в Олимпии и, конечно же, ну, как Максим говорит, подарки раздают. Нет, конечно, выходили футболисты, добывали эти победы, да, о каких-то подарках речи не идет, но состояние ЛЧО сейчас пока, оно, во-первых, нестабильно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, пока Олимпия не перестроится, не вот как-то уже не вольется в ритм, ну, наверное, оно не самый серьезный соперник. И даже вот те вот слова, которые, казалось бы, в шутку, да, так вот спросил Александр Колобайков, а сколько команд вылетает в этом сезоне? Вот, и не поймешь, что ли он в шутку, да, так вот спросил, хотел там пошутить, да, как-то, или же ему действительно интересно, сколько вылетает и насколько реально ли, что Олимпия вылетит в этом сезоне? Ни в коем случае нельзя говорить, что хоть кто-то вылетает, что никто не вылетает. Пусть думают, что вылетают, да. Ладно, а вот чего еще, может быть, поднаберет, поднаберет обязательно. Есть ресурсы, да, есть люди, которые могут подъехать, есть откуда взять людей, поэтому я думаю, что то, что ЛЧО сейчас вот так выступает относительно времени, так скажем, с фоячки, наверное, наберет. Зато можем с историческими победами поздравить Adidas и Cosmosphere. Это первые победы в истории. Да, да, это важно. Cosmosphere, в принципе, играет неплохо. Миша Пименов очень активно руководит на бровке, видно, что переживает и после победы, кстати говоря, даже был недоволен, да, игра не совсем... Ну, честно говоря, мне тоже игра, вызовала бы там вопросы абсолютно... И по фотографии в статье, которую вы готовили, видно, что недоволен. Да, да, да. И пока вопросы по Cosmosphere тоже есть, хотя бы объединились, но вот что-то... Славы не хватает очень сильно и вот такое ощущение, что он такой не в форме и не готов, мне кажется. Вот последний матч, который играл, провел, ну, откровенно, ниже своего уровня. Слава Епифанова? Да, да. Ну, последних матчах вообще не... и вообще не... Ну, вот до того, который был, я имею в виду, провел не на своем, конечно, уровне, тоже поэтому можно результат космоса связать не совсем... Хотя начали, да, с Мегатитаном ничья, могли и выиграть. Ну, показывает практика, с Мегатитаном многие уже в ничью играют. Да, вот надо здесь на тоненько, как говорится, почувствовать, вот такой, какой-нибудь матч один вырвать. Ну, с прокуратурой тоже боролись. Да, понимаешь, но все равно вот не хватает. Ну, Адидас, в принципе, мне нравится Адидас. Неплохо отрезками играют, но вот бороться все-таки с тяжеловесами с нашими пока и тяжеловато. Чего говорить-то там. Нравится очень подход Адидаса. Лиги спокойно совершенно готовятся к матчам, приезжают всем составом, там, улыбки, не улыбки, но, во всяком случае, нет вот этих опущенных вниз голов. Готовятся, собираются, ну, и вот постепенно какие-то результаты приходят. Я уж не знаю, как пойдет дальше, да? Ну, да, да, вопрос, как дальше. Если продолжу, то, в принципе, Адидас может неплохо заработать очков в ближайшее, так скажем, время. Берусь, сказать, через месяц, через два, или это будет весной, но команда по-хорошему может выстрелить, в принципе. Но главное гнуть свою линию, потому что понятно, что психологически будет трудно проигрывать, а мы все понимаем, что поражений будет много в этом сезоне. Ну, к сожалению, да. Давайте еще пару матчей поговорим. Во-первых, в эти выходные Трес Контейнер в прошлое с Фениксом 9 играл, нулевая ничья, что нечасто происходит у нас. Для Транс Контейнера это потеря очков. Нет, это ненормально. Наверное, это ненормально все-таки. Сложный вопрос, нормально или ненормально. Здесь, наверное, они сами, перевозчики, должны отвечать на него. Но если смотреть матч и вспоминать его, то, пожалуй, 0-0 это прям то самое, что и должно было быть. ты говоришь, про турнирные положения, про амбиции, про то, что Транс Контейнер действительно высоко забрался на старте чемпионата, но это все поменяется. Это абсолютно точно. И Транс Контейнер в итоге за первое место, я думаю, что вряд ли будет всерьез бороться. Что касается матча, ну, там сошлись две такие команды, вот как будто бы не готовы выступать друг другу именно в физическом плане, да, вот как будто я побегу, да, я быстрее тебя, а я нет, я тебя догоню, я обязательно остановлю. И вот весь матч, вот каждый с каждым вот так вот бегали, носились, и по сути все это было в центре поля, то есть особых-то и моментов не было. Вот обычно в таких играх, они с родни финалом, да, ну, такие, ну, низовой щиты как раз и нужны вот такие яркие личности, как Крылов, который может забить, как Бирюков по КСП ты анонсировал, про Бирюкова, там, небольшой спич, тоже очень интересный момент обсудить было бы. И как Зинченко у Феникса 9? Ну, нет, наверное, нет, пока нет. Пока Зинченко он постепенно вливается в состав, помним, что начинался со скамейки запасных, сейчас уже, да, в основе выходит, уже постепенно становится лидером, но он пока не забивает вот тех самых важных мячей, когда 1-1, когда он 0 с контейнером, в 1 мяч все решит. Он не забивает вот этих важных мячей. Который раньше забивал. Который раньше забивал, забивал много. И много, да. Пару слов про Феникс 9, матч с Мега Титаном, в эти выходные тоже попал на подтрансляцию, Мега Титан проигрывал достаточно длительное время, но сумел переломить ход встречи за счет двух шикарных, Голова Ланцова, там он раскачивал, он делал примерно одно и то же. Понимаете, наверное, с командами, которые долго в премьер-лиге играют и находятся наверху турнира, таблицы, да, наверное, проще играть с Ланцовом, потому что они просто знают, да, что Ланцов... Ланцов не будет так играть с ними. В том, что и вся прелесть, или сущность футбола, в том, что Ланцов не выйдет играть против того же Титана и не будет лезть в оготку. Там, 15 раз за матч, как он делал в этой встрече. А здесь я просто работал на этой встрече, да, и составил полностью картину этого происходящего. Феникс повел в счете, и это напрочь убило весь футбол, всю игру, потому что эти постоянные выносы за Корьяева, и там, борьба, и, в общем-то, весь футбол, который мы видели, да, то есть выносится мяч, Мегатитан его забирает, или не забирает, там, ну, через какое-то время, идет, начинается в атаку, Феникс сидит, и Мегатитан долго думал, что же с этим делать, потому что сидит, и вы сами знаете прекрасно, что Феникс 9 может в физическом плане, или в психологическом плане, хоть весь матч так просидеть, и, хрен ты чего и сделаешь. Ну, как с Каттейнером хотели повторить, по сути, да? Да, мне показалось, отчасти, что где-то тут вот отголоски того, ну, видимо, хорошего, действительно, результата для Феникса 9, и поэтому, как раз нужна была какая-то креатив, какая-то изюминка, ряда вон выходящая в этой встрече, и Ланцов, он сделал именно то, что нужно было в этом матче. Не факт, что то же самое он будет делать против Титана. Здесь где-то и Феникс 9 сам вынудил уже футболистов Мегатитана изобретать вот как-то что-то где-то выкручиваться, из этого сложившегося положения. Ну, Мегатитан выкрутился, но ты сказал, просто исчерпывающий, и Мегатитан все-таки набирает важнейшие очки в отсутствии основного галкипера и своего руководителя. Два матча, которые еще хотелось бы обратить внимание, во-первых, это ФКСП с ЦДН, был интересный матч, команда играет вверху, ФКСП сейчас такая небольшая турбулентность в связи с большим количеством новичков, так скажем, в команде, как раз многие пришли из ЦДН, но удалась победа со счетом 3-2, но, вы знаете, на тоненьком. Достаточно, я вспоминаю второй круг ФКСП и ЦДН, и вы знаете, тогда было полное понимание, что ФКСП нагло усилнее своего соперника, да, и 2-0 тому подтверждение. Зайкин завел футилетку. да, вот сейчас такого не было, вот я не могу сказать, что ФКСП нагло усилнее, хотя мне перед игрой казалось, что это именно так, но вот и поначалу, да, прессинг, и так мускулисты начинают ФКСП нагнетать, я думал, что сейчас ЦДН через игры может побыть, а от них нет, и по игре, и по результату, да, все на, очень на тоненького. Боюсь я уже что-то про ЦДН говорить, но, на мой взгляд, как раз ФКСП нагло усилнее, вот даже сейчас в нынешнем всем состоянии, ЦДН, и то, что как раз прокуроры смогли вытащить такой матч, тяжелый, действительно, и против ЦДН, мы говорим, да, то, что сейчас ЦДН там не в лучшей форме, и вот там какие-то не самые лестные вещи, да, говорим, но мы здесь вопрос, с чем сравнивать, да, мы сравниваем ЦДН с Грандами, мы сравниваем с ФКСП, с Мега Титаном, да, и, условно говоря, к тому же Космос уверен, абсолютно другие требования, нежели чем с ЦДН, но команда сама себя так позиционирует, как коллектив, который борется за первое место, поэтому, собственно говоря, и оценка, то есть спрос идет просто по максимальному, и вот в этих реалиях уже все-таки ФКСП сильнее, действительно, я как раз хотел сказать про Бирюкова, что палочка-выручалочка и без Бирюкова ФКСП не тот, так-то оно так, но любая команда, в которой играет Бирюков, и без Бирюкова она уже не будет той же самой, но феномен Бирюкова в том, что он уже, он нужен, и он играет классно, и он приносит результат, когда, во-первых, в него верят, а во-вторых, когда команда и без него может играть, то есть, когда он уже встроен в какой-то коллектив, который сам, в принципе, прекрасно себя чувствует, только вот нужно там в каких-то матчах нужно исполнить или нужен человек, который возьмет и забьет, или отдаст эту голевую передачу, или посмотрит, там вперед увидит и раскатает вот эту самую комбинацию, и когда все это одно на другое накладывается, как это было у ФКСП в прошлом сезоне, сейчас просто этого нет, как раз и Бирюкова в прекрасной форме, и ФКСП в целом в порядке, сейчас у ФКСП две команды, по сути, под руководством Лунина, ЦДН и непосредственно ФКСП, и поэтому, если убираешь Бирюкова, то как раз все это оголяется, но и вы посмотрите и с Бирюковым, точно те же самые проблемы остаются, просто где-то действительно он реализует, где-то забивает. Один вопрос, Дим, тогда к тебе, ФКСП сможет составить конкуренцию Титана? При том, что мы уже сейчас имеем вот этот отрыв, по баллам, да, сможет. И давай тогда поговорим о лидере нашего чемпионата, сейчас это Титан, выигрыш на Кубке Мира, уверенный у бразильцев, обычно после таких турниров, потому что многие еще играли за сборную, обычно приезжают, где-то притупляется, это психологическая выхолощенность, физическая усталость, но мы выбрали Титан с Коммунаром. Центральный матч, да, я пытаюсь подобрать слова. И кому мы передаем привет в эфире? Мы, просто нет, мы вкратце, да, мы почему выбрали Титан Коммунар, потому что мы все-таки надеялись и нам обещали, да, что это будет какая-то битва, но, ребят, я долго думал, как сказать это, да, но скажу так, что Алексей Приходный нас просто наебал. Честно, я... Учитывая счет. Да, я такого не видел вообще. В прямом эфире, ребят, ну это унижение, извините. При всем уважении к Титану, Титану крут вообще сейчас, да, класс. Это не поражение Коммунар это победа Титана, но при этом, ну, не оказать сопротивления, я не знаю, это просто феномен. все происходится, если честно, ну абсолютно, если ты берешь вот этот матч и то, что должно было быть или как там Коммунар себе это представлял и видел и то, что произошло на самом деле, то есть там все не так. что мы нам делать дальше после третьего забитого мяча, ну вот, то есть мы приехали, мы хотели биться, драться, мы там в Италии там в финале бились, они приехали, они забили и что? причем очень быстро, да, забили? Ну, Титан-то причем настраивался, Коммунар обыграл ФКСП 4-1, обыграли Портер, да, и в целом-то хорошо смотрелись, неплохо, что приключилось, но там бывают игры, когда, ну, допустим, опустили руки, да, после трех мячей, или когда все влетает, но это был не тот, не тот случай, то есть просто-напросто вот такое планомерное избиение в течение всего матча, ну, как будто команда не выше лиги вообще. Возьмите, да, мы все там говорим, не из турнировой таблицы, не из турнировой таблицы, ну, возьмите Альбион, возьмите Адидас, они же все с Титаном, там, с тем же, с ФКСП, они же хотя бы тайм-то держатся. Ровно тайм, да. Нет, ну, а это есть? Здесь абсолютно ничего такого. Всю игру, да, вот эту вот. Поэтому давайте посмотрим просто турнировую таблицу, сейчас Трансконтейнер но вот по игре наверное Титан все-таки сейчас пока нагло у всех сильнее. Трансконтейнеру, дай бог, чтобы держать вот этот темп, чтобы была интрига, и надеемся, что Мега Титан с ФКСП, они подтянутся. Ну, и вот так специально, я так на затравочку оставил Готагова, в принципе, да, мы хотим, чтобы уже наконец-то вот этот наш Мессием Титан, Мега Титан ФКСП, чтобы кто-то разбавил уже вот эту борьбу и возможно Готагов трансконтрируют тем командам, которые дадут нам вот эту жару. Я очень на это надеюсь. У Феникса 9 еще такая задача стоит. Ну, Феникс 9 все-таки дебютант, да, а вот... Ну, ты знаешь, у Феникса 9, да, я понимаю, что сейчас турнирная таблица и все туда смотрят, но у этих 9 очков по сравнению с СДН у них немножко разная цена, потому что у Феникса 9 три ничи в активе и при этом ничи-то, между прочим, с хорошими командами. Поэтому все-таки, наверное, Феникс 9 так вот прям уж совсем за борт, да, вот этой вот еврокубковой зоной или же там лидирующей тройки. Нет, я, наверное, все-таки больше про тройку имел в виду, вот про эту гонку чемпионскую, да. Тут в тройке, тут в тройке даже в Мега Титанов и КСП сейчас места не находится. Ну, да, но я все-таки думаю, что через какое-то время он, возможно, придет в такой, в наш привычный вид, но все-таки хотелось бы, чтобы была какая-то интрига, она гораздо дольше. Поэтому, друзья, ну все, на этом, пожалуй, посмотрели. Давайте двигаемся дальше и переходим к второму дивизиону. Мы продолжаем нашу передачу и рады приветствовать нашего первого гостя Мурада Мусаева, представителя пакты. Рады, что нашел время, да, все-таки присоединился к нашему обсуждению дел насущных в западной лиге. Основа команды, ну, скажем, на 90% это ребята, которые играли раньше на юго-западе в команде удовольствия. Удовольствие и пахта. Мне очень нравилось название команды удовольствия, потому что люди играют, получают удовольствие. Но получилось так, что в этом году у нас появился спонсор, который взялся, скажем так, нам помочь. Это отечественный футбольный фонд к лице Ахмеджанова Джавдата Савировича. И, соответственно, он сказал, что можно поучаствовать в ЛФЛ, но только перебраться на запад. А почему на запад? Мне сложно здесь ответить. Не знаю, может быть, ближе ездить это сложно. Но у нас был выбор остаться на юго-западе или перейти на запад. соответственно, пришли к мнению, что нужно перебираться на запад. А какую часть закрывает спонсор в плане финансов? Он закрывает полностью нас. Что я подразумеваю под полностью? Это взносы, это судейские и так далее. Аренда поля, соответственно. аренда поля, премиальная. А премиальная есть команда? Нет. В команде у нас ни у кого нету, нет ни у кого абсолютно. Это команда, если возвращаться к ее первому названию, это команда для удовольствия. Судей, которая играет с удовольствием. и с удовольствием. Вот, а вот все-таки раскрою нам тайну. Когда появилось вот такое название, команда появилась в дивизионе Пахта, все там думают, что это за пахта, что это такое, за абракадабра такая. А сейчас смотрят в таблице Пахта 9 побед. И всем интересно. Вот, расскажешь про название, что вообще означает? Ну, я не с самого начала не сказал, то, что наш спонсор, он сам из Узбекистана. Все становится понятным. все этого есть команда Пахтакор и назвали команду, но вот именно почему назвали Пахта, я не могу сказать. Мне казалось, должна была быть Пахтакор, но здесь я не хочу как бы обсуждать, потому что я не знаю. Мы, кстати, уже успели свериться в словарях, проявиться лингвистические, так сказать, навыки. Пахта – это хлопок, Пахтакор – это хлопчатое ремесло, что-то вот такое, то есть хлопчатая работа, соответственно, Пахта – хлопок, и если посмотреть на эмблему клуба, то, соответственно, тоже мы можем видеть это растение. Да, вот интересно. У нас и ребята, есть несколько ребят с Узбекистана, так что, в принципе, на мой взгляд, выбор, именно название такое было более-менее очевиден. А ребята с Пахтакора, со спортшколы? Есть ребята, которые поиграли на серьезном уровне. Это же высшие лиги Узбекистана кто-то играл. Здесь я точно не могу сказать, поиграли в высшей лиге или не высшей лиге, но в профессиональных командах… Там, да? Да, тот же Виталик Почуев, такой опытный наш игрок. Соответственно… У меня вот два вопроса, которые, наверное, интересуют любую команду в любительском футболе, ну, если не брать уж совсем вверха. Это, во-первых, тяжело ли найти спонсора, да, и второй момент, есть профессиональные игроки, да, с профессиональным бэкграундом, их нужно как-то удерживать, да, как-то их все-таки завлекать, чтобы они оставались на второй лиге в этих реалиях. И, соответственно, тут уже, да, один вопрос из другого вытекает – какие задачи? Если можно, я сразу же начну с последнего вопроса, потому что, опять же, на мой взгляд, и хорошо, что это совпадает с мнением множества коллег, скажем так, моих, да, и спонсора. Задача одна – выигрывать и показать, на что ты способен. Конечно, лично мое мнение, что второй уровень – это как бы то бы ни было, я, конечно, извиняюсь, ну, мне кажется, это слабый уровень. Конечно, нужно смотреть всегда вперед, скажем так, шаг за шагом. Ну, получилось так, что нам дали место только во второй лиге, но мы не стали отказываться от этого. И спасибо коллективу. Некоторые, я так думаю, наверное, могли стоять перед выбором уйти, либо не уйти, но они все-таки остались ради коллектива. Это самое, как бы, важное. Но ты поиграл, да, на уровне премьер-лиги, в том числе и запада, да, по своему списку есть кегли, есть магистраль, ну, правда, с магистрали я так и понял, что не особо срослось, да, вот, но ты прекрасно представляешь себе и уровень высшей лиги, да, и первого дивизиона, нужно вам туда? Хотел бы остановиться на магистрали, потому что это такая частичка футбольной жизни моей, может быть, там чуть-чуть похвастаюсь, но магистраль, команда родилась благодаря тоже мне, потому что у меня есть друг очень хороший, который раньше не знал, что такое футбол. Денис Бегуниц. Совершенно верно. И, соответственно, так получилось, что я завлюк его в футбол. Да, он, кстати, рассказывал, что абсолютно не знал ничего о футболе, не играл, никогда даже интереса никакого не проявлял, но за три года набрал, по-моему, хорошую форму. Друзья, я помню, что Денис Бегуниц забивал вообще-то в западной премьер-лиге. Вы знаете, здесь, опять же, мне очень радостно, без ложной скромности, опять же, скажу, что когда вот тот же Денис звонит, общаемся с ним, да, и он делится своими успехами, мне вот реально очень прям аж нравится, я ему самому это говорю, что, ты знаешь, оглядись назад, пять лет назад ты даже не знал, что это такое, а сейчас ты в спорте, ты постоянно бегаешь, он там звонит, я там пошел, поиграл, пошел на тренировку, я сейчас там еду на тренировку, но это же хорошо, мне очень нравится, когда люди спортом занимаются. У нас вопрос, мы не можем просто его не задать, понимаем, что он совершенно никак не относится к теме нашего разговора, но магистраль, почему ее не стало, да, и, соответственно, если бегунец еще играет, то реально ли возобновить эту команду? Или, может быть, бегунец в пахте? Или такой, во-первых, на такой расклад. Я не знаю, нет, никогда не говори нет, конечно, здесь я, несложно ответить, но касаемо магистрали, тоже достаточно такой, наверное, длительный вопрос, но если коротко, Денис попробовал несколько вариантов развития команды, развития событий в команде, да, несколькими путями, попробовал все и пришел к выводу, что, наверное, даже не знаю, как сказать, наверное, это, может быть, не его путь, и он, наверное, захотел себе попробовать там в другой какой-то сфере, там, в качестве какого-нибудь игрока. То есть, именно функция какого-то руководителя команды, она ему... Но это никак не связано с финансовым положением команды и компании. Я скажу так, что... И что касается финансовой стабильности коллектива, он был на уровне Запада очень серьезный. Как проект, очень был серьезный. Ну и в Кубок ЛФЛ вышли, да, в общем, понятно, что... Да, но это футбол, здесь не все решает, деньги... Опять же, я много раз говорил о том, что выйдет на поле один из Месси, это не говорит о том, что они будут... выигрывать каждую игру. Это долгий... Это плаги-то точно. Так, долгий, тяжелый процесс, где надо терпеть. Поэтому... Ну вот... Получилось так, как получилось, но благо, что опять же, те связи, те люди, с которыми общались, со всеми остались, на мой взгляд, хорошие отношения, это самое важное. Потому что опять же, ЛФЛ это любительская футбольная лига, где нужно больше общаться, получать заряд какой-то положительной энергии, эмоции. То есть тема удовольствия не уходит никуда, присутствует красная линия в команде Пахта. Ну, тем более, что результаты такие, что 9 побед в 10 матчах. Собственно говоря, вы, наверное, и рассчитывали, да, с таким подходом, что так все и будет в дивизионе, который, конечно, вы хотели бы повысить, как вообще в целом оцениваешь уровень дивизиона? Второго? Да, встречались ли команды, которые тебе запомнились, с которыми было тяжко, или, в принципе, всех катков? Ну, нет, я сразу же и ребятам тоже говорил, и говорю, и, наверное, в ближайшее время также и буду говорить о том, что, посмотрев таблицу, я могу сказать, что здесь есть коллективы хорошие, реально хорошие, таких их несколько, это группа, ну, скажем, давайте очертим там 5-6 команд, мы играли с командой Новая Москва, это лидер дивизиона. Она мне очень понравилась. Единственное выражение от них 0,2, да? Да, и, соответственно, также есть та же Успенко, всем известная, ребята из основы могут подойти, и мне самому хочется, чтобы было как можно больше команд в таком уровне, да, конечно. В таком ритме или в играх с такими командами ты можешь повышать свой уровень, несмотря на тот же возраст, без разницы. Кстати, об уровне. У вас есть тренер? Как повышать уровень? И тренировки, соответственно. У нас есть дни, по которым мы собираемся, играем, это уже давняя история. Ну, это больше двусторонный какой-то товарищеский матч, да? Да, да, да. Но как таковых тренировок у нас нету. Наверное, мы об этом задумывались, может быть, они будут. Ну, это интересно, обычно и спонсор сам настаивает на том, что у команды должен быть тренер, то есть человек, с которого... Ну, спонсору это просто удобнее, потому что есть человек, с которого можно спрашивать. Нет, касаемо тренера, то, конечно же, он у нас есть, и я за то, чтобы было разделение полномочий в коллективе всегда. У нас есть человек, Виктор Герасимов, который начальник команды, и он, соответственно, делает, у нас выбирает тактику игры, состав. Начальник команды определяет? Да. Ну, у нас разделение... Мы решили так, что у нас есть начальник, он же тренер. Но сам не играет, да? Нет, он сам играет, конечно. А, играет, считай, да? Да, конечно, играет, да. Понятно. Но он определяет состав стартовый, да, делает замены? На вторую лигу, я считаю, здесь несложно. Понятно. То есть успевает с поля какие-то корректировки, держит замен. Понятно. Пакта провела 10 матчей, 9 побед. Но одно не по поражению. Как? Почему? Сами искали ошибки? Это разовый случай? Или же... действительно в том матче что-то пошло не так? Да, я был на том матче, к сожалению, не играл. Травма? Заболел. О, сейчас, да. Сейчас все болеют. И, ну, повторюсь, уже об этом говорил, что мне команда Новая Москва понравилась, как коллектив. А чем понравилось? Думающие, молодые ребята, физически сильные, тактические, грамотные, технические, грамотные. Это команда, с которой приятно играть и которую хочется обыгрывать. Ну, вот это вот наше единственное поражение. А из... ну, из побед, ну, что про победы говорить? про победы-то, в принципе, не так интересно. Интересно, в том матче, в том матче, заслуживали ли вы, может быть, ничью, победу? Я считаю, что, я ребята тоже говорил, что мы проиграли по делу. В той игре, наверное, мы были слабее, мы тоже так же разговариваем между собой обязательно, анализируем, кто, как сыграл. скажем так, даже не персонализируем, а пытаемся найти какие-то там те же наши слабые стороны, чтобы в дальнейшем выйти и убрать их и, соответственно, выигрывать. Нашли какие-то после того матча слабые стороны? Ну, конечно, да, конечно. И много ли их было? И, если не секрет, то, может быть, какую-то, которую уже, может быть, убрали, да, уже совершили работу над ошибками? Ну, здесь рецепт такой, как мысль возникла, то, что в этом сезоне это была первая такая серьезная проверка и, может быть, где-то был некий недонастрой у ребят. Я считаю, может быть, вот это вот как-то сыграло роль. И нам нужно почаще играть с командами такого уровня. Я считаю, что у нас тоже ребята абсолютно технически очень хорошо подготовлены, физически тоже и нам просто не хватает некого баланса и некой такой практики, чувства ритма игры с такими командами. как раз хотел спросить про и в том числе и результаты и вот этот бешеный ритм. В какой футбол все-таки больше пахта может быть и сейчас играть, и к чему стремиться? больше к атакующему, к оборонительному вот в этом плане? Ну, у нас, как я вижу, игра строится через контроль мяча на самом деле. И даже больше скажу, что мы немного от этого даже и страдаем тем, в том плане, что иногда, где нужно, это лично мое мнение, где нужно условно бить, мы через пас играем. Но это больше такой меню футбольный режим, когда много мелких передач и уже раскатывают комбинацию до вербов. Да, просто дело в том, что у нас в середине ребята техничные. Ну, это прекрасно. И, соответственно, вся игра строится в основном, конечно же, через середину и они пытаются через пас выйти. Футбол не бей-беги, но и забитых мячей у вас очень много, разница плюс 57, я не знаю, вот я сейчас смотрю в таблицу, по-моему, никто больше вас не забивал. На мой взгляд, это обусловлено тем, что мы просто сыграли с командами из нижней части таблицы, мне так кажется. Но при этом мы пропустили всего лишь 12, на самом деле за 10 матчей это очень хороший результат, просто классный результат. То есть за счет контроля мяча именно удается не пропускать по принципу Барселоны. Но это не показатель. Опять же, повторюсь, если мы сыграем первый круг со всеми командами, у нас будет примерно такой же результат, да, это показатель, об этом можно говорить. Но мы не сыграли еще с многими из верхней части таблицы командами, после этого можно будет уже какие-то выводы сделать. Впереди еще и зима, сезон длинный, через многие повороты он проходит. У меня еще несколько вопросов, правда, уже немножко не про пахту, а вот про Кегли мне очень интересно узнать. Звали ли обратно, сам как-то просился и был ли какой-то взаимосвязь? Да, с ребятами из Кегли у меня очень хорошее отношение, прекрасные ребята. У меня есть товарищ, который пригласил меня в команду и я ему сказал да, ну, согласие дал и перешел играл на Северо-Встоке в высшей лиге. Команда Три Топора. Тоже очень интересное название и я, конечно, опять же обязан спросить связано ли оно как-то с виноводочными изделиями. Да нет, это просто ребята так собрались и решили назвать там веселые ребята, да? Они, кстати, в последнем туре 14-2 проиграли в Фемиде. Не удручает их. Ну, вообще-то команда-то крепкая, просто какая-то несуразность произошла. Я вот почему про Кегли спросил, потому что многие, да, и мы, в общем-то, тоже этим где-то грешим, мы называем чуть ли не идеальной любительской командой именно Кегли, потому что все друг за другом, состав практически один и тот же, и при этом результаты, в общем-то, радуют. Пытаетесь ли вы что-то в пакте подобное создать? На самом деле, конечно, хочется создать такой коллектив, который будет, единомышленников, который будет не только, скажем так, выходить и умирать на поле, но и они будут и общаться между собой вне поля и дружить и проводить время. Скажу так, я в этой команде новый, ну, де-факто, да, но многих ребят знаю и они уже давно общаются и прекрасно проводят время. Ну, вот Кегли ходят в баню, а вы в Ташкент полетите отдыхать на каникулы? В Ташкент, не знаю, полетим, не полетим, но большая часть коллектива отдыхала в жарких странах, вместе, в мужской компании, рыбалка и так далее. Ну, разные виды отдыха. То есть, все это практикуется, действительно, встречаетесь за пределами футбола. И причем не в барах, я так понимаю? Да, совершенно. С улыбкой. На рыбалке тоже можно пиво-пить, да. И вот ожидания от продолжения чемпионата, если есть какая-то, да, мысль и возможности прогнозирования, то, соответственно, кто может быть окажется вверху, да, сохранят ли, допустим, даже вот та пятерка, да, она примерно тот же самый вид, и, соответственно, удастся ли Пахтин, на твой взгляд, человек опытный, пройти ровно весь чемпионат? на мой взгляд, здесь есть несколько команд, которые будут бороться за самые высокие места. Сразу же хочу извиниться тех, кого не назвал, чтобы не обижались ребята, но... Это будет стимул для них? Это, конечно же, Новая Москва, это Успенка, это Искра команда, но и мы. То есть, вот четыре команды, которые... Армада, нет? Я еще раз извиняюсь, может быть, я ошибаюсь, и, может быть, сейчас как раз я их не назвал, когда ребята выйдут, и... Против вас, да? Да, они выигрывают. Ну, из названных, получается, только с Новым Москвой пока что сыграли, да? То есть, все впереди, вся борьба? Конечно. Конечно. Когда пройдет первый круг, опять же, несмотря, я не знаю, какой регламент, и что там будет, там, вроде говорят, плей-офф, какой-то будет, будет объединять команды, ну, не знаю, нужно прожить период в команде, чтобы понять, на что дальше мы можем рассчитывать, но я считаю, мы должны смотреть, скажем так, только вперед, шаг за шагом, идти. Ну, первое место реально? Конечно. И даже ту же самую Новую Москву, ее же надо будет обыгрывать. Ну, а что делать? Конечно. Я считаю, ну, мы должны. по регламенту не факт, что будет еще один матч с Новой Москвой. А, кстати, да. Да, там, может быть, распределение будет, и в подгруппы можете не попасть в Новую Москву. Но, в первую дивизию, почему нет, на следующий год, если все будет хорошо, сложится, и вы, и Новую Москву можете выйти, и там, соответственно, им реванш устроить настоящий. Тем более, у меня был опыт с той же магистралью, которая со второй лиги, если даже не ошибаюсь, с третьей лиги. Я сейчас не могу вспомнить. Я вот тоже, честно говоря, не помню, с какой лиги. По-моему, в третьей были, да, тоже? По-моему, с третьей мы даже начинали. Но мы год за годом поднимались, не пропуская, и дошли до высшей лиги. Ну, ждем через полтора года, да, до высшей лиги. У нас там нехватка команд. Как раз будет, да, чтобы хотя бы 16 было. Ждем Пахту в высшей лиге. Что ж, мы благодарим Мурата Мусаеву за то, что нашел время, пришел к нам, ответил на все вопросы. Я, насколько я понимаю, предельно честно, да, нигде не лукавил. Конечно. Ну, а нам самое время двигаться дальше. Удачи Пахте. Спасибо большое. Вам удачи. Всего хорошего. Мы продолжаем нашу передачу. Сегодня у нас вторые дивизионы и также гость дивизиона 2А команды «Классика», одного из лидеров чемпионата. Это капитан команды «Классика» Евгений Кривойкин. Жень, привет. Спасибо большое, что до нас добрался. Как настроение вообще? Как там обстановка в дивизионе 2? Рассказывай. Ну, устроение нормальное. Обстановка, я думаю, нового ничего не расскажу по поводу второго дивизиона. Вот, мне кажется, в этом году обстановка в втором дивизионе плачевная. уровень слабый. Играть не с кем. Да, ну, не с кем. Есть команды, почему. Есть команды, но их мало и общий уровень очень слабый. Наверное, вот так вот. Ну, может быть, это на контрасте все-таки для вас и для тех, кто все-таки недавно еще совершенно пылил на газонах первой лиги? Да нет, это даже мне кажется, что как раз лидерство сейчас команд, которые мы сейчас говорим именно про два. Если говорить, сейчас там лидирует медик у нас, да, ну, там мы, мы за ним. Если брать сезон второго дивизиона позапрошлого года, получается, когда мы тоже были во втором дивизионе, мы, кстати, тоже там были с медиком и мы занимали что-то там отношения, может быть, подход поменялся, да? Ну, то есть, эти команды лидируют, условно говоря, да, и вот, в принципе, то, что можно говорить об уровне, про дивизиона. А до этого, вот, когда четвертым, пятым с медиком, кто лидировал там? А я не помню, по-моему, в том году тогда вот Виктория была сильная, если не ошибаюсь, снова Москва, и вот они тогда и выходили. Я точно не помню, я помню, то, что мы как раз рядом где-то были четвертые, пятые, шестые, медик. Так что, так что вам скучно? А? Вам скучно? Не, я не могу сказать, что скучно, мне кажется, что, во-первых, ну, календарь, да, то есть, мы сейчас пока что шли со всеми командами, которые, скорее всего, будут во второй части таблицы после первого круга, вот, у нас как раз ближайшие выходные, относительно, у нас, в принципе, сейчас ближайшие, наверное, пять туров, это будут определяющие для нашего уровня команды, то есть, что мы можем, какие у нас планы, какие у нас амбиции для себя, для команды решить, вот, потому что, как раз будут игры, так сказать, с лидерами, с нашими конкурентами в дивизионе. Вот прежде, чем перейти к задачам, я уже немножко так анонсировал эту тему, но давай окунемся все-таки немножко в прошлый сезон, вы его конец, вы вылетели из первого дивизиона, вот, какие были вообще эмоции, мысли, да, что делать дальше, или сразу же было представление, что да, вылетая во второй дивизион, ничего страшного, будем выдвигаться в первую, через год. Ну, мысли о том, чтобы как-то, я не знаю, развалиться, разойтись, вот, о том, что все потеряно, такого не было, были мысли о том, что они все сделали, то, что могли, и, скорее всего, результат, самое главное, я думаю, то, что, ну, нам по уровню было бы находиться близко к середине таблицы, ну, вот, при идеальном каком-то, да, соотношении, вот, и вот, наверное, было расстройство, то, что не получилось как-то для себя подтвердить свой уровень, подтвердить, так сказать, ну, то есть мы тоже, мы стремились, понятное дело, в первую лигу хотелось поиграть, было понятно, что там совершенно другой уровень, что и оказалось по итогу, вот, но хотелось в этом себя как-то, скажем так, самореализовать, короче, в этой первой лиге, да, и не получилось, из-за этого было расстройство, все, вторая лига, дальше посмотрим. Женя, скажи просто, вот такие вопросы, как сбор команды на матче, это все на тебе, потому что, ну, классика, несмотря на то, что хорошую игру показывали, да, действительно, я вот смотрел, например, помню ваш матч с Атлантисом, вот, один из последних туров, может быть, даже последний или предпоследний, вы там просто переигрывали полностью Атлантис, да, после первого тайма, по-моему, плюс два вели, то есть, игра-то была качественная, но при этом, к сожалению, вот результата не было, да, была череда поражений, вот, скажи, как тебе удавалось собирать команду, все равно, несмотря на результаты, все равно приезжали своим составом на матчи, вообще, то есть, это колоссальная работа ты проделывал, или у вас такой сплоченный, дружный коллектив? У нас сплоченный, дружный коллектив, у нас команда, в принципе, это команда друзей, вот, мы собрались уже довольно-таки давно, состав сильно не меняется, мы там не ищем никакого усиления со стороны, то есть, мы в этом плане такая, скажем так, закрытая команда, вот, и, и поэтому, ну, мне просто не нравятся разговоры про сборы вообще, если честно, в какой бы то ни было лиге, то есть, в первой, во второй, там, или еще что-то, в любительском футболе, скажем так, когда жалуются, что сбора не было? Условия, короче, вот есть условия, есть время, ты приехал, у тебя есть состав, ну, то есть, это твоя возможность, вот, и ты выходишь и играешь, то есть, у нас были матчи, когда у нас на воротах, там, я стоял, вот, были матчи, когда какие-то травмированные игроки играли, но это, как бы, наши проблемы, не более того, вот, поэтому, ну, то есть, вот, разговоры про сбор, хочется их сразу в сторону убрать, но если говорить по поводу того, то, что мы всем там проигрывали, в основном, да, то есть, наверное, была психологически такая тяжелая ситуация, где-то даже, как, можно сказать, как в яме в какой-то, да, ну, вот, люди не хандрили, там, никто не говорил, что все, я не могу больше, там, 8 проигрывать матчи, там, я ухожу, я устал, это, нет, такого не было, это хороший опыт, все это понимали, опыт колоссальный, опыт большой, потому что, ну, и, правда, там, совершенно другой уровень, из той второй лиги, из которой мы выходили, это была крепкая лига, вот, но был просто, мне кажется, то, что, самое, как это сказать, разрыв, разрыв очень большой, да, то есть, когда мы вышли, это совершенно другие скорости, совершенно другое мастерское, исполнительское мастерство, вот, другой подбор, так сказать, по качеству состава, и поэтому, ну, то есть, мы понимали, то, что это опыт, да, был момент, наверное, когда, там, в команде, ну, я бы не назвал это конфликтом, но какие-то там происходили разговоры, разбирательства между собой, но это было все совершенно нормально, как бывает в обычной, там, в дружбе среди ребят, вот, мне кажется, то, что прям колоссальных, опять же, проблем со сбором не было, настрой был на каждую игру, вне зависимости от того, на каком месте находились, настрой был на то, чтобы выйти и набрать очки, выиграть матч, если мы, там, крупно проиграем, забить гол, то есть, ну, без разницы совершенно, то есть, на следующий матч, на том, на каком месте идем, вот, и поэтому просто постарались провести от и до, с первой игры до последней игры, отдать полностью себя, а уже получилось или не получилось, по итогу, можно сказать, то, что не получилось до конца, ну, то есть, мне кажется, то, что мы не показались, на что, ну, свой максимум, скажем так, даже близко к своему максимуму, не показали. Ну, на то, наверное, он и первый блин, получился, по-моему, да. Но в этом сезоне, вот если сравнивать, да, конец прошлого сезона, начало этого, состав не изменился? Нет, не изменился. Один игрок вернулся, но он с нами довольно-таки долго до этого играл, потом уходил в армию, и когда, ну, возвращался после армии, то он там небольшую паузу взял, перерыв, вот, мы с ним чутка провели, так сказать, работу, и он вернулся в команду, все, не более того, все, кто были, остались. Какого рода работа? Это в плане какого-то тренировочного процесса? Нет, ну, пообщались, что-то, убедили его в том, то, что надо возобновлять, снимать бутцы с гвоздя. Ну, и этот сезон у вас действительно идет довольно-таки легко, да, много крупных щитов, что, наверное, немножечко и расслабляет где-то команду, но особняком стоит поражение, поражение от Балтики Дубля. Балтика, кстати, очень хорошо, что основа, что Дубль вдруг начали сезон, да, именно старт, провели очень хорошо, ну, а вы как попали? Ну, недоразумение, наверное, хорошо, то, что именно сейчас это произошло, вот. Может быть, там основной состав просто играл? Нет, не основной, это, это наше, вообще, в принципе, мы сейчас тоже, вот если говорить про уровень лиги, по поводу того, то, что как легко нам дается или нелегко, я могу сказать, то, что тоже мы сейчас показываем, что не лучший футбол, ну, то есть, мы все-таки отходим чуть-чуть от первой лиги, от этой, и сейчас, надеюсь, то, что начинаем набирать определенные обороты, вот, и, ну, то есть, к тому говорю, то, что, это, скорее, говорят об уровне, так сказать, команды, к сожалению, потому, что, на самом деле, сопротивление было пока что только в одном матче, серьезный матч хороший был, это матч с флагманом, вот, а с Балтикой, это, ну, недоразумение было, и, ну, то есть, как мне кажется, там, не вернуть время назад, отдать, там, там, еще пять матчей сыграть, десять матчей сыграть, мы ни одного матча этой команде не проиграем, это именно в тот день так получилось, то есть, то, что мы проиграли. из игры это никак не выходило, не протекало, там получилось пенальти, и два таких довольно-таки, ну, не курьезных, хорошие голы, но которые могли не залетать, то есть, два сильных удара, один совсем с острого угла, один издалека, почти там, с аута, то есть, ну, короче, ну, не выходили, не выходили, да не, не выходили они из хода игры, мы, мы создали мало моментов, были не так сконцентрированы, мы вышли чуть-чуть, ну, и вправду на расслабоне, вот, и, ну, это сказалось в первую очередь, создали мало моментов, а те моменты, которые у нас были, мы их не использовали, моменты были для того, чтобы забывать, могли еще в первом тайме все, в принципе, решать, вот, но Балтика молодец, молодцы, использовали все возможности, выиграли, вот, нечего добавить. Есть ли у классика конкуренты в этом чрезанине? Конечно, есть. И какая цель? Ну, цели нет, проверить команду, то есть, ну, так сказать, как, говорят, реакцию посмотреть, да, на предыдущий сезон. Ребята говорят о том, что хотят вернуться в первую лигу, вот, по мне, с той игрой, которую мы показываем, нам, в принципе, нечего пока что делать в первой лиге, то есть, мы, может, все закончится приблизительно тем же самым. Что для этого надо изменить? Опять же, вытекает это серьезно. Для этого надо изменить, ну, для этого надо подход изменить, наверное, должна быть определенный уровень концентрации, настроенный на игру, да, должен план на игру выполняться, вот, ну, и, в принципе, много факторов должно сойтись именно в нашем случае, потому что у нас команда, опять же, никак там не обновляется, не улучшается, вот, есть определенный, так сказать, задел по классу, да, наших футболистов и мастерству, и для того, чтобы нам, в принципе, набирать очки и побеждать, для этого нужно, чтобы каждый футболист был приблизительно, там, на пределе, вот, если кто-то был, там, не в лучших кондициях, не в лучшей форме, чтобы его могли, так сказать, на поле, там, подменить, заменить, перекрыть, вот, то есть, ну, А какой сейчас, кстати, средний возраст команды? Средний возраст? Достаточно молодая у вас, да? Ну, 90-го, наверное, в основном, 95-й год, ребята, 95-го года, есть один, с этого сезона играет парень, вообще молодой, ему 16 лет, он в мегасфере занимается, ну, и несколько, вот, ребята, чуть постарше, там, 91-й, 92-й. Команда дружественная, как ты говоришь, пока без особых целей, да, много молодежи, возникает сразу же вопрос о дисциплине, вот, она у вас железная, то есть, всех держат в ежовых рукавицах, или же, иногда, все-таки, вот, позволяют себе, что-то, или те или иные выходки? Да нет, нет, у нас дисциплина, как мне кажется, нормально все, ну, то есть, в этом плане, я бы не сказал, каких-то там ежовых рукавицах, но поскольку мы уже не первый год вместе, поскольку мы там близки друг к другу, переживаем друг за другу, не только в поле, за полем, поэтому здесь даже нету речи о каких-то там ежовых рукавицах, вот, здесь просто все понимают, к чему мы собираемся, да, что мы делаем, то, что у нас какое-то общее дело. А по поводу конкурентов, да, ты спрашивал, мы чуть ушли от этого. Мне кажется, то, что сейчас есть вот Медик, да, это команда сбалансированная, я, если честно, не видел, как они играют. Стабильная. Стабильная, сбалансированная команда, которая, наверное, есть лидер нашего дивизиона, а дальше идет 4-5 команд, в числе которых мы, и вот среди этих команд будет разыгрываться возможность за выход далее. То есть, вот, наверное, эти 6 команд и есть наши прямые конкуренты, скажем так. То есть, та структура, которая сейчас есть в таблице, на твой взгляд, она должна сохраниться, да? Нет, команды поднимутся. Я думаю, то, что и кегли поднимется, дубль кегли, я думаю, Виктория, ну, чутка, повыше будет идти. Вот, потом, не видел Кунцева, но и по результатам, и потому, что, в принципе, там ребята со школой получается, то есть, это же, я так понимаю, что есть какая-то... Слушай, а, кстати, извините, просто перебью, а ты говоришь, вот у вас дружественный коллектив и примерно она возрасту, у вас, видимо, тоже какая-то спортшкола в базе классика? Ну, у нас есть ребята, у которых и никакой школы нет, которые, так сказать, набрали за счет вот этих 10 лет в ОФЛ, которые мы играем, а есть ребята, да, это, ну, то есть, кто где поиграл, всякие Мегасферы, Росич, Торпеда, ну, то есть, разные ребята, но в основном Мегасфера, так как я говорю. То есть, считаешь, что Виктория, значит, Кегли, Дубль, Кунцева 98, если... Кунцева 98 я не видел, просто, вот, как мне кажется, то, что они сейчас будут набирать, чуть-чуть обороты, ход, вот, ну, то есть, остальные команды там, ну, Фиалун тоже, он низко идет, я не скажу, что они там будут бороться прям за тройку, да, за двойку, но я думаю, то, что должно потянуться, потому что слишком пока что по результатам низковато идут, а так вот, Литуаль, Виктория, у нас там еще Цемент, Кегли, да, ну, вот 5-6 где-то ты назвал, да, 6 команд где-то, которые будут вам конкуренцию, составлять? Да, да, вот между нами будет происходить, ну, кстати, почти со всеми вы с ними играете, да? я говорю, то, что сейчас ближайшие 5 туров для нас будут определяющие, потому что сейчас на этих уходных злоеный тур, Виктория, Литуаль, потом у нас Макарена, а потом через тур, если я не ошибаюсь, Медик. Понятное дело, что вы никого не боитесь, играете от себя, но вот какой соперник, вызывает, может быть, чуть больше его уважения, да, или какого соперника чуть больше опасаетесь? Опасаться никого не опасаемся, не из какой-то уверенности там в себе, а потому что, в принципе, да, то есть, это не, не команды уровня, так сказать, там, вышки, или первого дивизиона, там, двойки, тройки, которых надо опасаться, это такие же ребята, как и мы, которые играют, кто-то постарше, кто-то помладше, вот, а уважение, в принципе, ну, каждый, любой соперник, ну, с кем было бы интереснее, с кем больше хочется, вот, помериться силами? Может быть, есть какой-то принципиальный соперник? Принципиальный соперник, я думаю, то, что, возможно, для нас был бы в Сайд, но он вышел из лиги, он во время спитал. Убежал, убежал, а вы догоняете, да? У нас, просто, есть ребята, у нас есть небольшая история, как бы, между клубами, она совершенно нормальная, без каких-либо конфликтов, она такая, они между собой, ребята из Сайда, и эти ребята общаются, мы тоже познакомились с ними, но у нас всегда были такие, довольно-таки, интересные матчи, да, в борьбе, с непредсказуемым результатом, я думаю, то, что это был бы интересный матч, а из тех команд, которые сейчас есть, ну, вот, я думаю, то, что, вот, все, как раз эти команды, которые в лидерах идут, с ними совсем будут тяжелые игры, с ними совсем будут интересные игры, команды разные, по стилю, команды разные, по своим возможностям, вот, это и Литуаль, и Виктория, и Макарена, и Цемент, вот, все эти команды будут, нам интересно, но есть еще команды, с которыми также у нас есть какая-то история, да, игры, потому что мы уже давно на Западе играем, это и не Стандарт, вот, это, кто еще-то у нас, Сан-Сити, мне кажется, мы тоже когда-то давно-давно играли, вот, с ними тоже будет интересно встретиться, увидеться, посмотреть, как команды поменялись, потом я ездил, смотрел одну игру не Стандарта, если не ошибаюсь, они с Фиолоном как раз играли, мне очень не Стандарт понравился, то, каким я его помню, то есть, опять же, это полтора года, там, два года назад, как я их видел, по мне они очень сильно прибавили, вот, мне кажется, тоже будет интересный матч. Саша Бабурин играл, ему, кстати, здоровья желаем, восстанавливаться после трамвы. Саша, Саша, пока что на травме, он не играет, по крайней мере, в этом матче я его не видел, я так понимаю, что он восстанавливается, но он был на бровке, следил за всеми ребятами, у него был, в принципе, хороший сбор на этой игре, они эту игру выиграли, выиграли на эмоциях, игра была довольно-таки интересная, мне кажется, преимуществом не Стандарта, для меня неожиданным, потому что хорошие отзывы о Фиолоне слышал, и ехал, если честно, на них смотреть, на не Стандарт, и в итоге получилось то, что меня заинтересовал больше не Стандарта, в этом матче. Фиолон, команда загадка, все о них говорят хорошо, но при этом команда идет где-то в середине, ближе к концу, там, на таблице. Да, не знаешь, что ожидать от Фиолона, они могут, как и в прошлом силе, как и в этом, очки отбирать у верхней части, и все же время терять с нижней частью, то есть нестабильная команда. Я не знаком просто с этой командой, честно скажу, то есть я вот сейчас в этом сезоне как бы смотрю за ними, наблюдаю, там, матч один вживую видел, по-моему, какой-то обзорчик один смотрел, поэтому пока что не понимаю, что это тоже за команду сыграем, поймем, но команда хорошая, то есть это не, они находятся не на своем месте, это точно, то есть сейчас, если я не ошибаюсь, в середине таблицы идут, они должны намного выше и цены. Да, на 14 месте, чуть ниже. А должны где-то в пятерке, наверное, 5-6 место точно должны заниматься. Жень, за кого болеешь? За Реалу или за Барселону? Я болею за Барселону, создавали мы команду с другом, который болеет за Реал как раз, вот, ну, в принципе, дальше понятно, да, то есть сама история названия, я всегда переживал. я болею за московский Спартак, вообще, вот, а Барселона, это так, ну, то есть стилистически мне нравилось, как команда это играла, определенное время, вот, и поэтому сейчас, так сказать, по накатанной, за ними наблюдаю, слежу, но болею за московский Спартак. А за Реалу Эдуард Ахмедов, Да, 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 это вот мой друг, мы с ним вместе. Символично, что вы оба представители команды, один за Реал, другой за Барселон, вместе смотрите матчи классику? Мы иногда собираем, ну, частенько довольно-таки собираемся вместе, смотрим, у нас есть у товарища в Солнцево заведение, вот, в Солнцево, да, да, Гарден Лаунж, мы частенько туда приходим, там большой, большие мониторы, возможность хорошую посмотреть, вот, собираемся вместе, смотрим. В свое время в студенческое, там более, так сказать, простых местах, где-то собирались, когда-то в каком-то квартире, да, всегда смотрели эти игры. Ну, стульями не деретесь, как Кокорин и Момай? Нет, 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 такого нету. Все нормально. Сейчас игра классика, ближе к Реаловской модели, или к Барселону? Тики-таки. Ну, слух режет, такие сравнения. Сейчас мы ближе к игре, не знаю, Оренбурга, или Тамбова, не знаю, пытается их поделить еще на тысячу. На фоне второго дивизиона, все-таки 94 мяча, как вообще? Это, ну, 94 мяча, вы же сами понимаете, это несколько, две игры, получается, там провели, где сделали большую разницу, это игра с молотом, это игра с сайфом. Сколько молотом? Молотом, я не помню, 25-27, а как вы вообще, 27, а как вы не останавливались, что гнало у вас вообще забивать столько мячей, и как вы вообще успели? Ну, вообще, на самом деле, ну, понятно, что команда слабая, уровень, так сказать, слабый у ребят, команда возрастная, но мне кажется, то, что им просто надо как-то подсобраться, и определенный план на игру, так сказать, придумать, обсудить, потому что даже такой командой можно выступать и набирать очки, я полностью уверен. Когда мы с ними играли, если я не ошибаюсь, что там, или не в этой игре, я где-то видел, то, что у них и вратарь там был довольно-таки неплохой, есть пару игроков, которые видно, то, что когда-то, где-то, давным-давно тоже как-то занимались, играли, вот. У нас так получилось, то, что перед этим бился Хабиб, у нас ребята есть из, так сказать, солнечного Дагестана, вот. Также мы перед этим смотрели все вместе этот бой, и это был его по рекорду 28-0, да, 28 побед, 0 поражения у Хабиба. И вот как раз Эдуард был на бровке, и когда мы уже вели крупно, причем в первом тайме, мне кажется, мы забили не так много мячей, там было 8-9, то он начал с бровки всех подбадривать и говорит, давайте, давайте, надо сделать 28. Слушайте, какая интересная история, да? Для статика. Что Хабиб вдохновляет парней на воскресный матч забить. А чего же не дожали-то? Одного веща, что ли, не хватило? опять же, много не забили, очень много не забили. Это уровень исполнительского мастерства слабый у команды, поэтому не получилось. Можно было и больше разницу делать. Слушай, так этот матч еще и на видео записывался? Ну да, да, мы какие-то матчи стараемся записывать. Я, кстати, смотрел, хватали мяч, разбивали тут же, хватали бегом, прям на таком рывке, я не знаю, я бы заднюю дернул сразу. Бежали тут же ставить на центр, чтобы еще и еще забивать. Это, оказывается, у этого еще и подоплека была. Да, да. Диана, ну и в принципе разница, я пытаюсь ребятам это объяснить, то, что разница, она может сыграть какую-то роль определенную, да, в дальнейшем, при выходе еще. Но я так и не понял, какая у нас будет структура, как у нас будут разбиваться группы и что будет со вторыми местами, а не с первыми в этих группах. Но я так понимаю, что очки и разница сохраняются, поэтому это тоже важный момент, мне кажется. Безусловно. Максим? Да, конечно, момент важный, потому что в случае просто равенства очков, то будет разница, но я не знаю, кто-то сможет перебить. Разница, тем более, что ты, видишь, сейчас увидел в аутсайдерах даже там, да, какие-то лучи света в темном царстве, и будут, может быть, перестраиваться и не позволят столько себе забивать. Ну что ж, наверное, в принципе, все мы разузнали. Остается только пожелать удачи, классика. Спасибо. Да, вернуться в первую лигу. Я, честно говоря, считаю, что ваше место там, а не во втором дивизионе. Стараемся, стараемся. Ну и хотелось бы пожелать, чтобы все-таки соревновательный момент поднялся, чтобы не было таких счетов, чтобы вам сложнее было в первую лигу возвращаться. Тем не менее, желаем удачи. Еще раз, Жень, спасибо большое, что ты к нам пришел. Спасибо, ребят. Да, успехов. Да.